А вот не знаю, что меня сейчас доставляет, плакать от обиды. Неделю назад в квартирах дома номер 4 по улице 50 лет Октября в прямом смысле полил дождь. В спешном порядке пенсионерка Зинаида Петрова в 84-х лет начала спасать имущество. В силу возраста единственное, что смогла сделать, укрыть самые дорогие вещи брезентом. Туда подставила таз, ведро, короче, а это закрыла, потому что откуда я знала, дождь маленький или большой будет. С сильным ливнем промочила квартиры всех двух этажей. Настоящих луч не спасали ни тазы, ни тряпки. Сейчас о недавнем ЧП напоминают трещины по всем комнатам, которые образовались из-за влаги. А вот те, кто в момент ливня не оказались дома, спасти свои имущества не смогли. С момента настоящего потопа прошла уже целая неделя, а одеяло и подушки насквозь мокрые. Новую мебель тоже можно выкидывать на свалку. Потоп в квартирах случился из-за строителей, которые месяц назад начали менять кровлю на доме по программе капремонта. По словам собственников, специалисты сняли старый шифер и на две недели пропали. А в это время как раз ливанул дождь напрямую в квартиры. Вы хотели знать, кто нам все это восстановит и как нам дальше проживать в таком подъезде. Какие наши следующие действия? Что нам вообще делать? Нам делать, куда обращаться, никто нам нас нольнется. Наши дома никому здесь не нужны. Строители и жильцы винят и в том, что в их подъездах теперь кусками сыплется штукатурка. Когда работники сносили на крыше старые печные трубы, стены буквально ходили ходуном. А грохот был такой, что приходилось убегать из дома. Надо делать, никто им ничего не говорит. Но как-то надо проводить работу по-другому, по-человечески, там же живут еще люди. Бабушка говорит, я бы лучше умерла, чем так жить. Потому что в квартире находиться невозможно, она соберется, уйдет он туда, сидит на лавочке. Пострадавший дом уже обследовали специалисты из фонда капремонта. Ответственности с себя не снимают. В пятницу подрядчик был извещен о том, что имеет место. Этот подрядчик, управляющий компанией «Фитинг», который управляет этим домом, они не отказываются от возмещения ущерба. Прежде всего, ущерб был установлен и восстановят у жителей и возместят ущерб после завершения работы. Это правильно и логично, потому как нужно сейчас все грязные работы завершить. Однако жильцы не верят в обещания. Строители до сих пор не устранили нарушения с первого капремонта, который в доме проводили год назад. Тогда меняли водопровод. А вот заштукатурить подъезд обещает управляющая компания. Виктор Буров, Станислав Колченаев, Вести, Хакасия.